Иван Трус Я сам родом из маленького города, который называется Узда. Это Минская область, там моя родина. Потом я учился и работал вкупе 10-12 лет в Минске. А потом переехал в Могилев. И с удовольствием продолжаю свою деятельность здесь. Первый раз вообще в жизни я побывал в Могилеве за год до моего приезда в Могилев на фестиваль «Март Контакт». Мы ходили по Могилеву. То, что в основном показывает пешеходная улица, где-то еще проспект Мира. Мы ходили, и нам показалось, что это очень похож на русский провинциальный город. Своей узкостью каких-то улочек, которая в больших деревьях находится. Осенний такой город. И он так заинтересовал нас. Потом мы сюда переехали. И мы в ходе знакомства, мы его сразу обошли, этот город. Потом я его объехал на велосипеде. А теперь мы маломальски как-то можем уже ориентироваться в этом городе. Поэтому мы сейчас Могилевские ребята. Вот уже первый сезон отработали и с удовольствием начали второй. Какая-то школьная самодеятельность. Там потом в городскую какую-то самодеятельность ходил. Ну и просто было весело. И потом решил, что, наверное, нужно попробовать на театральное. И там математики не нужно сдавать. Вот. Ну и вот как-то так. Первый год я поступал, не поступил. Так оказалось, что я поступал на отделение театра кукол. Но я об этом не знал, потому что вообще первый раз я не знал, что такое, где это. Ну, как у многих, мне кажется, такое было. И все. И такой, влечку мне туда. И не поступил. А потом уже в следующем году, уже осознанно поехал и поступил. И попал на курс к замечательному человеку. Томасе Лестрович Воронецкий, наш педагог. Вот. У него хорошие курсы. Это, мне кажется, на уровне обычных вещей, когда ты делаешь доброе своему какому-то человеку. Эта доброта возвращается тебе, потому что он делает тебе доброе. И если это происходит искренне, к чему нужно стремиться, то это тогда получается такой небольшой кусок идиллии, наверное. И это хорошо в любой работе, мне кажется. Начальники, его подчиненные, будь то режиссер и актер. Это хорошо, когда возникает доверие. И тогда вот это все объединяется. То, что хочет воплотить один человек. Он рассказывает. Происходит какое-то соединение. И уже кисточкой в три раза больше мы этот жест по забору делаем. По поводу нашей уязвимости, да, обычные люди. Просто, может быть, немножко со сдвинутой психикой. Более сдвинутой. Более какой-то легко воспламеняющейся. Будь то что-то хорошее, будь то что-то плохое. И от этого происходят колебания, наверное, внутри человека. И от этого считается, что актер именно тот человек, которого легко обидеть. Разное есть. Есть актеры такие, мужики такие, люди такие, дровосеки. И наоборот, есть среди обычных людей такие капризули, что не знаю, что ты скажешь одно, она говорит не то, или он говорит не то. Скажешь не то, он говорит нет, говори одно. Ну, актеры, они просто, мне кажется, еще актеры, они больше играют. Те, которые работают в профессии, и те, кто правильно понимают ее. Я предлагал своим друзьям посмотреть мюзикл «Отверженное». И говорю, там снимается Рассел Кроу и вот этот, который Росомаху играл. И теперь вот Максим Аверин, глухарь, он будет играть какого-то начальника больницы, или начальника морга, или чего угодно. И все равно это будет глухарь, который сейчас играет начальника больницы, или начальника колхоза, или чего-нибудь еще. И вот это перевоплощение, вот эта волна медийности насела на нас. Чертовский какой-то глаз, который смеется сейчас над нами. Я могу лишь, значит, в пример этому подтверждению рассказать историю небольшую, которая случилась с Фаиной Раневской, когда Сталин, просмотрев там какой-то очередной фильм, и он говорил про артиста. Я, к сожалению, забыл его фамилию. Возможно, это был даже какой-то, может, Качалов. Возможно, но я могу ошибаться. И он говорил, что вот товарищ такой-то, вот он, и усы наклеит, и без усов играет, и что-то. И все равно я вижу, что это товарищ такой-то. А Раневская ничего не клеит. И каждый раз она разная. Поступали, учились, это интересно было. Не думали о деньгах, ну не заработаем, не заработаем. Потом начинаем учиться, вроде нет денег, нет денег. Потом хоп, какая-нибудь съемочка. Потом хоп, там заканчиваются эти деньги, там зарплатка какая-то. Мол, так на. Вот, и получаешь, и так вроде хорошо. Вот, а потом уже появляется семья, там дети появляются. И уже понимаю, что, черт подери, вот один, да, один вот смог, а сейчас надо что-то думать. И, к сожалению, вот благодаря вот этому вот надо что-то думать, многие, даже хорошие актеры, много таких, я лично знаю, несколько пятерок таких артистов, которые хорошие артисты, они вынуждены бросать театр, уходить, зарабатывать деньги где-то. Потому что я работал в Национальном Академическом Драматическом Театре имени Максима Горького. Будучи артистом высшей категории, имея там множество названий спектаклей, от которых тоже зависит заработная плата, я шел мимо магазина, и там было написано «Охранник» и стоимость заработной платы, охранника в магазине, она была там, ну, может, в полтора, может, даже больше, раза больше моей зарплаты в театре, в Национальном, Академическом. Вот, ну, это и во всех так театр. Я занимаюсь любимым делом. Я представитель людей, которые считают, что они занимаются тем делом, которое приносит им вдохновение, пользу, удовольствие, ну, в моем случае, там, кроме параграфа «Деньги». Я с удовольствием работаю и с удовольствием занимаюсь именно театром. Это как, ну, это как, я не знаю, варить бульон, там, кто-то варит там супчик на первом бульончике, а кто-то варит на втором бульончике. И суп все равно получается супом. С одной стороны, мы рождаемся все творческими людьми. Кто-то не по своей воле об этом забывает, а потом вдруг открывается талант, потому что учительница, например, говорит, что там, не знаю, там, Вася или Петя, вот возьми, выучи вот это вот, и сегодня на родительском собрании прочитаешь. Ну, это гумореско. И он от меня чего-то, потому что виноват, где-то урок прогулял, и нужно ему, чтобы маме никто не сказал. И он выучил это и сказал. И вдруг там ему все зааплодировали. У него снова щелкнуло что-то. И он думает, да, интересно. И уже в следующий раз он подходит к учительнице и говорит, слушайте, а давайте я еще прочитаю. И вот, ну, вот так вот. Я, честно, прочитал где-то, что если, например, вам нужно потренировать память, ну, у меня это было все всегда нормально с памятью, но мне сказали, если нужно потренировать, это мне интернет сказал. Нужно, например, если вы левша, вот я левша, и чистите зубы левой рукой, так чистите их правой. И я начал, и так удивительно все это получается, сразу, ну, вот как и писать, наверное. И это, оказывается, тренирует память. Вот я думаю, в следующий раз уже попробовать писать правой рукой. И я сейчас чистю зубы двумя руками вот, вот так вот, как Джеки Чан. По поводу вот этой змеи, ее зовут Зина. Эту змею, она 4 метра, 4,5 метра длиной и 30 килограммов весом. И она, она вдыхает воздух, совсем не слышно, а выдыхает его вот так вот. Я, первый раз, мне там завязывают глаза. Я, ну, как бы, немножко, не то, что там такой брезгливый, я не брезгливый, но немножко вот эта вот кожа, она как бы, когда смотришь на нее, кажется, что она липкая и мокрая, а на самом деле она, она супер сухая, эта кожа, и вот это вот непонимание, ощущение и визуального вот этого контакта, оно приводит в какой-то брезгливый восторг. Вот. И я вот так вот, как-то так вроде и пощупать хочется, потому что живая все-таки, а в то же время я, мне очень страшно, потому что она вот эта вот ха-ха-ха-ха. И я иду, иду, она ползает по шее, я уже думаю, ну, ну, уже ползай. Вот. И все время иду и повторяю, ты же мечтал об этом с детства, Иван, ты же мечтал. Иду и думаю, все нормально. Я решил, хватит вот этой богемы Иван, нужно все-таки, потому что мысли есть, а сказать я их не могу, потому что веду богемный образ жизни, и в таком случае, мои мысли, которые звучат, например, так, они не имеют никакого фундамента, не имеют силы слова, потому что я показываю обратное, думаю об одном, а делаю и говорю, получается, другое, то есть несоответствие. И тогда я решил, чтобы можно было свои мысли как-то формулировать слова, и после этого, чтобы не было стыдно, я решил с богемной жизнью этой прекратить, и решил заняться здоровым образом жизни. С удовольствием приобрел велосипед, вот, гантели, вот, сбросил 40 килограммов веса, я был 128 килограммов, вот, и с удовольствием это проделываю, радуюсь каждому дню. Я бы, наверное, я бы хотел посидеть с дядькой Хемингуэем, вот, вот, несмотря на то, что я веду здоровый образ жизни, вот, просто посидеть, вот, послушать его. Очень бы хотел встретиться, это раньше еще, когда я увлекался чтением книг о Фаине Георгиевне Раневской, ее творчество интересовалось, ну, мне нравилось, и вот тогда хотел, я еще высчитал, что она умерла в год, когда я родился, подумал, что, ну, вот, это наверняка, я тогда не учел всех остальных людей, которые в этот же год родились, вот, и мне тогда казалось, вот, это то, что надо, вот, и, вот, наверное, хотел бы, вот, посидеть, послушать и ее. Утро, вот, я ехал из своего маленького городочка, вот, ехал к бабушке, в Кареличи, и это где-то 100 километров, и вот, какие-то поля, какие-то вот это вот, и такое ощущение, что вот кто-то, кто-то рукой вот так вот вводит, наверное, вот так, а чтобы такое, это как, у меня нет такого, наверное, это, мне кажется, может, даже, клише, какое, чтобы вот красивый, там, водопад, там, или, не знаю, как просыпалось солнце вместе с этим днем, это так красиво, ну, красиво, моя, моя жена очень красиво спит, ну, как-то так, ну, это красиво, моя дочка сейчас пукает очень красиво, мне это нравится, ну, и, и мне не нужно водопада. Хочется, хочется быть хорошим человеком, вот, как, как ни крути, но это вот такое убеждение, хочется быть хорошим человеком, в профессии хочется достичь, чтобы не было стыдно, и чтобы сказали, что, ну, вот этот, а, этот, ну, хороший артист, чтобы, ну, как-то по-честному, чтобы, сейчас, как-то так все случилось, странно, ну, вообще все странно, вот так вот вертится, наверное, как-то, раньше, там, разрисовывали майки, и, и, там, рвали джинсы, чтобы быть не такими, как все, а сейчас хочется, вот, просто честным быть, и опять же, этот, ну, как бы, там, грубо говоря, там, не такой, как все. Вот, то, что происходит со мной сейчас, в данный момент, в моей жизни, это моя жена, это, там, мои дети, там, у меня старший сын, вот сейчас вот дочка родилась, это моя работа, вот, вот, вот сейчас, это, вот, о чем я думал, и, я не знаю, стремился ли я к этому, но, мечтал об этом, и все спокойно, у меня все спокойно в семье, мне понимает, моя жена понимает меня, я стараюсь понимать ее, она знает, где промолчать, она знает, где пошутить, и это все, она у меня умная женщина, мало того, что она красивая, она еще умная, это очень меня посчастило.